Украинская формула мира. Зеленский предложил Путину обмен пленными. Смотрим исходник. Зеленский на G20 назвал условия прекращения войны. Как Россия заплатит за войну в Украине? Против кого новые санкции США? Главные новости на утро, 15 ноября. Информируем о том, что важно. Президент Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны. Россия должна вывести войска на границы 1991 года и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Также Украине нужны эффективные гарантии безопасности. Также Зеленский на саммите G20 призвал обезопасить ЗАЭС и увеличить экспорт украинского зерна. И предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех». Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов, заявил главком залужной в разговоре с генералом США Марком Милли. «Условия для переговоров одно. Россия должна оставить все захваченные территории», – сказал залужный. Ранее New York Times сообщила, что Милли выступает за переговоры Украины и РФ. Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия должна будет выплатить репарации Украине. «За» проголосовали 94 страны, «против» – 14, «воздержали» – 73. «Среди голосовавших за» – Турция, «среди тех, кто против» – Беларусь, Китай, Иран, Кайндер. США вводят санкции против лиц и компаний, помогающих России закупать технологии для войны против Украины. Ограничения коснулись 14 ФИС и 28 юрлиц. Также заблокированы 8 самолетов, заявила министр финансов США. В частности, под санкции попали родственники и партнеры российского бизнесмена Сулеймана Керимова. «Население Земли достигло 8 миллиардов человек», – сообщили ВООН. И напомним главной новости понедельника. Зеленский посетил Херсон, вручил награды освободителям города. Путин призывает в армию РФ иностранцев. «Украина вернет Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России», – заявил Резников. «Украина вернет Крым без боя на фоне внутреннего кризиса», – заявил Резников.